Мало кто будет спорить с тем, что Джордж Мартин на самом деле является выдающимся писателем и вселенная, созданная им это общемировое явление. При этом также мало найдется и таких, кто не согласится с тем, что писатель редко сдерживает свои обещания и крайне медленно создает новые книги. Так очередную часть серии «Льда и огня» под названием «Ветра зимы» все мы ждем уже 10 лет. Более того, в прошлом, в 2020-м Мартин клялся, что закончит ее написание, но книги так и не было. И что вы думаете сейчас, в очередной раз нарушив свое слово делает автор «Льда и огня», он посылает всех поклонников своего творчества, при этом еще и называя их, скоро сами узнаете как. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Если говорить лично о моем отношении к Джорджу Мартину, то я очень уважаю его как писателя. Более того, я уверен, что останься старина Джордж в составе команды сериала «Игра престолов», его последние сезоны оказались бы совершенно другими. И мы не увидели бы того провала, что произошел. Но при этом, конечно, только слепой может не заметить, с какой чрезвычайной и раздражающей медлительностью работает сейчас Джордж Мартин. Мороча своим читателям голову и 10 лет, обещая им закончить «Ветра зимы», а потом каждый раз нарушая свои собственные обещания. При этом, что особенно бесит многих, писатель находит время для других проектов, светских раутов, публичной жизни, в общем, для всего, кроме гребанных ветров зимы. Более того, еще в 2019-м Мартин клялся своим читателям, что к лету 2020 года все будет готово. Дальше цитата. «Я написал сотни и сотни страниц ветров зимы в 2020 году. Это лучший год, который у меня был для этой книги с тех пор, как я ее начал. Почему? Я не знаю, может, изоляция или, может быть, я просто попал в круговорот. Иногда я действительно в восторге», сообщил писатель в своем блоге. Особенно доверчивые или, может, просто наивные люди на тот момент начали ликовать, мол, вот оно, ждем скорого выхода. Но те, кто следят за ситуацией немного дольше, скорее восприняли очередные россказни Мартина с недоверием и в результате оказались правы. Потому что недавно автор «Игры престолов», видимо, или совсем потерял стыд, или просто решил поставить точку. В общем, не чувствуя никакой ответственности за то, что в очередной раз нагло обманул свою аудиторию, писатель еще и решил ее унизить. Дальше прямая речь. «Я не буду делать никаких прогнозов, когда закончу. Каждый раз, когда я это делаю, придурки в интернете воспринимают это как обещание, а затем с нетерпением ждут, чтобы распять меня, когда я не успеваю в срок. Все, что я скажу, это то, что я надеюсь». Что же, честно скажу я вам, я не являюсь прям ярым фанатом творчества Мартина, хоть оно мне и очень нравится, и я не жду выхода «Ветров зимы» прям как маны небесной, но даже меня, честно говоря, зацепили слова писателя и слегка разозлило его отношение к своим поклонникам. Ведь Мартин решил оскорбить как раз самую преданную часть его аудитории, которым более всего не безразлично творчество писателя. Тем более, что сам он уже много лет подряд дает совершенно необоснованные и пустые обещания, за которые теперь еще и винит других. Так что, несмотря на все свои таланты, старине Мартину нужно все-таки попридержать временами язык за зубами и проявлять свою суперактивность там, где надо, а не в своем блоге, как мне кажется. Кстати, еще небольшое дополнение, уже не очень по теме, но все равно по теме «Игры престолов». Думаю, вам это будет интересно. Недавно стало известно, что HBO, помимо спин-оффов «Игры престолов», вроде как планирует снимать еще и полнометражные фильмы, чтобы уже полностью сформировать отдельную вселенную льда и огня. Деталей мы пока что не знаем совершенно никаких, но сама новость довольно интересная и интригующая, как мне кажется. Если вы не хотите пропустить продолжение и развитие событий, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы всегда оставаться в курсе. А прямо сейчас пишите ваши комментарии и не забывайте ставить лайки под этим видосом. Спасибо всем, кто был с нами. Пока-пока.